Всем привет, с вами Megabzor.com и сегодня на тестах у нас компьютерный игровой стол Thunder X3 ED1. Ширина у него 110 сантиметров, глубина 60 сантиметров. Стол идёт с металлическим подстольем, рекомендованная стоимость 14 тысяч рублей. Покупатель получает его в разобранном виде, упакованном в коробку из неокрашенного картона. Она двухсосновная, внутри всё надёжно зафиксировано пенопластом, предотвращая появление царапин при транспортировке. Внутри покупателя обнаружат разобранное основание, столешницу, ножки, держатель под наушники, винты и шестигранный ключ. Процесс сборки подробно описан в комплектной инструкции в виде иллюстрированных шагов. Его можно провести самостоятельно, без сторонней помощи. Первым шагом рекомендуем установить регулирующие ножки. Далее стойки соединяются между собой опорной палкой с помощью винтов. В комплекте идёт необходимый для этого шестигранный ключ. Устанавливается столешница. Она равномерно прижимается по периметру. Финальным шагом остаётся зафиксировать боковые уголки и фиксатор под наушники на одну из сторон. Основание у стола выполнено полностью из металла, окрашенного в чёрный цвет. Покраска аккуратная. На боковые стороны нанесён логотип производителя со схематичным рисунком. Это краска с флоресцентным эффектом. С помощью устанавливаемых ножек можно отрегулировать высоту в небольшом интервале и компенсировать неровности пола. С каждой из сторон ножки усилены боковыми планками. Они предотвращают раскачивание в стороны. Поверхность столешницы Tandrex 3D1 обтянута плёнкой с карбоновым рисунком без швов. Сделана добротно. Покрытие не собирает следы пальцев и легко протирается. Выглядит лучше, чем простая, окрашенная в чёрный цвет. Передняя и задняя стороны с вырезом. На фронтальной стороне он упрощает посадку. На тыльной части пригодится под кронштейн для монитора и подвод кабелей. Сама столешница выполнена из высококачественного ДСП с толщиной 18 мм. Отмечаются её влагостойкие свойства. Пара круглых вырезов с стулками. Через них можно будет собирать интерфейсные питающие кабели в общие пучки. От хранения наушников есть металлический крючок. Его можно установить с одной из двух сторон. Стоит Thunder X3 и D1 устойчиво. При ожесточённых играх при размещении на нём запястье не продавливается. Металль в основании и отсутствие пластика продаёт уверенность в долговечности конструкции. Сам производитель заявляет о том, что он рассчитан на нагрузку до 50 кг. Длина столешницы 110 см. Этого достаточно для размещения двух мониторов. Например, связка из 34-дюймового и 24-дюймового мониторов. При размещении корпуса на столе остаётся только под один монитор. С учётом ширины 60 см, конечно, оптимальным вариантом будет выбор в пользу системы фиксации с кронштейном. Высота от пола при этом 75 см. Подойдут различные варианты игровых кресел. Например, Thunder TS5, который мы протестируем уже на следующей неделе. Внешний весь стола нам понравился, ничего лишнего. Интересная геометрия под столе и тематическое оформление. На фоне обычной мебели привлекает к себе внимание. С учётом рекомендованной стоимости, этот стол успешно конкурирует не только с игровыми столами конкурентов, но и обычной мебелью. При этом, в отличие от них, здесь подстолье выполнено из металла, а не ДСП. Это даёт возможность пересобрать его без ухудшения сцепления между элементами. Металлическая рама даёт повышенную прочность и надёжность при длительной эксплуатации. Боковая устойчивость к раскачиванию, углубление под удобную посадку, интересное карбоновое покрытие столешницы с лакозащитой, крепление под наушники. С удовольствием обсудим этот стол с вами. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока.